Возврат материального ущерба, наносимого коррупционерами всех мастей в государственную казну, первоочередная задача следственных органов. Сегодня об этом глава региона заявил на расширенной полугодовой коллегии регионального управления Следственного комитета. А еще Сергей Гапликов поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником и пожелал неуклонного снижения преступности. Подробности у Натальи Литкевич. Несмотря на общее снижение преступности, выявленных преступлений коррупционной направленности стало все-таки больше. За шесть месяцев расследовано и направлено в суд 142 уголовных дела в отношении 47 фигурантов, в том числе и высокопоставленных должностных лиц. Их фамилия у всех на слуху. Это и депутат госсовета Михаил Брагин, и мэр Инты Павел Смирнов, и ректор Сыгдовкарского госуниверситета Марина Истиховская. Однако поймать за руку лишь полдела. Основная задача, которая, конечно, сегодня стоит в ожиданиях общества, это возврат того самого материального ущерба, который наносится теми, кто совершает такого рода преступления. Понятно, что деньги народные, деньги общественные, и сегодняшняя сложившаяся ситуация, непростая экономическая, это, конечно, очень важно, вернуть имущество, вернуть и средства, которые очень нужны для развития региона и для формирования устойчивой социально-экономической ситуации. В ходе расследования деятельности так называемой группировки Гайзера было выделено в отдельное производство не менее десятка коррупционных дел. Схемы хищения средств и имущества в них подчас довольно запутаны. На то, чтобы подсчитать ущерб и принять меры по возмещению, уходят месяцы. Тем более, что сами фигуранты обычно активно расследованию сопротивляются. И даже, как бывший директор здравоохранения Республики Александр Руманский, уничтожает документы по делу. В пределах предоставленных полномочий мы создали, ну, неофициально, скажем так, рабочую группу и предметом которой является именно разработка мер, направленных на возврат вот этого имущества. По делу Сердитова, по делу Манского, по санаториям, по этим Асиадору и так далее и тому подобное, соответствующие иски прокуратурой поданы на предмет возврата этого имущества в казну государства. Не менее ощутимыми для бюджета становятся и попытки уклонения от уплаты налогов. В первом полугодии в ходе расследования почти трех десятков налоговых преступлений казну возвращено 6,5 миллионов рублей. Имущество обвиняемых на сумму больше 60 миллионов арестовано. Еще 67 выплачено фигурантами прекращенных последствий уголовных дел. Однако нередко обвиняемым удается уйти от ответственности. Так, следственным отделам по городу Сосногорску по сообщению об уклонении от уплаты налогов руководителем одной из организаций на сумму свыше 6 миллионов рублей, кроме налоговой судебной экспертизы, в течение 11 месяцев не проведено ни одного следственного действия. В городах Воркуте и Усинске свыше 8 месяцев с момента поступления сообщения о преступлениях вшлялось досудебное производство по трем уголовным делам, предсказуемо закончившимся прекращением за сроками давности. Необходимо отмечить, что ни по одному из указанных уголовных дел ущерб бюджету на общую сумму свыше 23 миллионов рублей в ходе уголовного судопроизводства не возмещен. Третьим немаловажным для состояния общества направлением в первом полугодии стали возросшие задержки по выплате заработной платы. Особенно обострилась ситуация на предприятиях на грани банкротства. Только благодаря возбужденным уголовным делам, а 15 из них уже направлены в суд, следователям удалось вернуть работникам почти 76 миллионов честно заработанных денег. Наталья Литкевич, Вячеслав Беспалов, Дмитрий Ведельников, телеканал Юрган Сыктывкар.